доброго утра с вами татьяна я вчера обещала снять видео провести небольшую экскурсию дачного душа и туалета но я думаю что это будет особенно интересно людям которые покупают участки не представляют что можно сделать вот в данный момент у нас такой вариант как бы я сам толчок открывать не буду покажу наш душ и туалет строение мы купили отдельно здесь ничего не было что такой вот у нас торфяной туалет ведерко в него мы высыпаем торф здесь у нас значит полочка туалетную бумагу висит значит бумажка туалетная ведерко под использованную туалетную бумагу и вот такой торфяной туалет там выходит труба по стене вверх чтобы запах уходил вот то есть понимаете он закрытый состоит он из корпуса и поддона из выходите в туалет дофу присыпаете вот и крышечкой закрывается вообще можно душно закрывать вот сюда вот тут крышка открывается ну и вот так вот присыпается но неудобно правило плохо просыпает присыпается как говорится то что вы сходили туда вот мы берем просто лопатку и лопаточка присыпаем единственное неудобство этого туалета его надо закапывать закапывать сюда в угол где никто ничего сажать не будет вот но это пока временно как говорится пока не ввели не сделали в доме туалет принципе удобно единственно вот неудобно то что вы надо закапывать соответственно за копать яму вытаскивать весь туалет этот полностью закапывать как говорится то что вы там находили и потом это все мысе обратно устанавливать это единственный минус этого туалета так запаха особого нет торф поглощает запах особенно специально он продается в больших магазинах типа леруа вот к старому таких вот то есть можно в интернете заказать есть специализированный вот только с этим туалетом продается вообще шикарный вообще никакого запаха вот я его закапываю два раза в месяц потому что все равно как бы запах так присутствует так ночью и дальше у нас душик в этом же строение соответственно сейчас бардак в душе здесь никто не мылся уже стоит с конца августа даже сентября вот такую душ здесь потом нападут нашел уже в душе а нет потом мы сами покупали муж устанавливал сейчас грязный понятно когда устанавливал бак для воды не бою этого сильно большое отверстие здесь вот сделал виды сюда может птица может ветром конечно задувает не знаю значит вот бак для воды и вот здесь вот открывается вода вентиль ну все замерзшие соответственно чем этот удобен бак он 120 литров хватать его нам на двоих на троих принципе ну раз на шесть помыться он включается в розетку вот он нагревается вот здесь у нас вот так ладно про бак включается в розетку нагревается значит сейчас покажу с другой стороны стоит он на крыше установлен с обратной стороны строение вот если видите что два шланга один длинный шланг мы подсоединяем шланг с водой из колодца чтобы налить раньше лазили на лестницу держали сейчас удобно вот то что подсоединяется наливается и короткий шланг когда уже переполненный бак вода стекает просто вниз и уже отсоединяешь видно что наполненный бачок вот уже отсоединяешь этот шланг ну тоже где-то есть плюсы свои минусы ну это у нас тут коврик чтобы босиком не вставать на доске соответственно потом все помоется тут для стирки тазик висит прищепочки вот шторка значит здесь вот выключатель со светом правда вот эта вот лампочка у нас перегорела уже под конец лета принесли вот такой вот так же когда бак нагревается ты его выключаешь из розетки и можно уже в эту розетку включить вот эту лампочку для света соответственно чтобы помыться чтобы было не темно ведь особенно в вечернее время в дневное время тут можно и свет не включать вот единственная вот минус в этом значит баки нагревающимся то что надо ходить смотреть чтобы он не пригрелся если он перегреется надо добавлять воду разбавлять если бак полный это долго будешь бегать щупать разбавил не разбавил воду ну так он нагревается в течение двух с половиной трех часов но два два с половиной три но опять же как кто любит по горячей кто любит по холоднее ну принципе вот так вот все это как бы такое более менее бюджетное но штурки может тоже отдельно покупали ну это вот строение у нас конкретно что под душ в туалет думаем когда уже как сказать в дом заведется душ в туалет здесь оставить как летний душ ну вот после покоса сами знаете это в траве находишься то вспотел забежал его можно даже если летом жара можно даже его не нагревать просто с утра налить воды или там с вечера и если вот сильная жара как стояла в этом в том году позапрошлый год спокойно заходишь за счет того что он черного цвета вода в нем сильно нагревается и получается как вот ну даже выше комнатной температуры вода очень приятно принять такой душ в жару вот когда вот у нас сделают в доме душ нацелить не так и останется туалет мы соответственно уже вот этот торфяной все закопаем уберем вот и там сделаем хозблок может быть под какими-либо клопаты там от хозяйственные нужды потому что тут нету не выгребных ям ничего это вот соберется будет просто такая вот домушка ну потом уже с дырочкой в стене и что еще хотела сказать по поводу туалета в этом туалете значит снизу еще дырочка вот торчит еще тоже это тоже относится к туалету вот эта трубка земля вкопана пяти литровая бутылка без дна и вот поэтому трубки из этого туалета выходит жидкость моча вот жидкости в землю трубку вставлена в бутылку червячки все это перерабатывают вот такому душу с туалетом решила показать такого видео я не снимал может быть это видео будет кому-то полезно кто захочет купить участок но не знает что можно приобрести как можно сделать может быть кому-то полезно будет вас возьмут на заметочку вот ну вот на этом видео все хорошего утра